Друзья, всем привет, с вами Яков. Ни для кого не секрет, что состоялся релиз, ну или скажем так, игра Last Epoch перешла в версию 1.0. То есть вышла из, скажем так, пятилетней беты. С чем я её безусловно поздравляю, как и всех вас, кто в эту игру верил. Я за данной игрой следил с 2019 года и постоянно всем в неё советовал поиграть, как в ещё одну неплохую экшен-рпг игру. И знаете, что изменилось за эти 5 лет? Да, в принципе, ничего. В плане моего отношения, конечно же, я по-прежнему советую в неё поиграть. На текущий момент времени у меня уже наиграно 55 часов с плюсом, но у меня какое-то уже мнение сложилось. Ну и этим мнением я с вами сегодня поделюсь. Для начала, как всегда, начнём с основы. То есть вроде как сюжет, но до того, как начинается сюжет, надо сначала игру запустить. И вот с этим запуском действительно были проблемы. Потому что разработчики, скорее всего, не верили в такой успех проекта. Так как игру пыталась и пытается запустить огромное количество игроков. Только на момент релиза онлайн насчитывал около 150 тысяч человек. Согласитесь, не слабенькая цифра. Для инди-проекта в воскресенье этот онлайн превысил уже 250 тысяч. И я однозначно уверен, что к таким показателям разработчики были не готовы. А как следствие очереди, которые как на момент релиза, так спустя уже по сути 5 дней, как были, так остаются. Люди сидят в очереди под номером 5000, 7000, 30000, 50000. И никак зайти не могут. Но я уверен, что с этой проблемой разработчики будут справляться. Кстати да, это что касается онлайн режима, в оффлайн режим зайти можно без каких-либо проблем. И кстати, у меня есть небольшая рекомендация. То есть если вы хотите познакомиться с игрой, пока на первых порах, то спокойно смело играйте в оффлайн режиме. Когда знакомитесь, освоитесь, играть вам будет проще. Ну а к тому моменту, разработчики или же выделят больше мощностей по сервера, или же эти очереди, так сказать, сами рассосутся. Кроме проблемы с запуском онлайн режима, в ласт эпох была, как в принципе есть, еще одна проблема, которая присуща абсолютно любой онлайн игре. Будь то Diablo 4, Passive Exile и так далее. Это проблема с пингом. В то же время это не беда, с этой проблемой можно бороться. Лично я для этих целей использую GearUp Booster, который как раз таки и стабилизирует работу сети, подключая вас к любому серверу, или же Америке, или Европе. Без каких-либо задержек, в любой момент времени вы можете переключать сервера, ну или же регионы. При этом сетевое соединение остается стабильным, и пинг никогда не скачет. А самое главное, простота в пользовании, так как имеется очень-очень дружелюбный интерфейс. То есть, обнаружили проблему с пингом, запускаете GearUp Booster, он автоматически подхватит все ваши игры, выбираете игру, выбираете регион, ну и активируете буст игры. После чего игра запускается, и вы наслаждаетесь игровым процессом. Ну и если вы хотите ощутить преимущество игры на более низком и стабильном пинге, то тогда попробуйте GearUp Booster. Ну а все необходимые ссылки вы найдете в описании. Зачастую в таких играх бытует мнение, мол нафиг мне не нужна никакая торговля. Я хочу гриндить сам, выбивать предметы сам, может быть что-то крафтить сам. Другие говорят, что без торговли такие игры умирают. Так вот разработчики сели на два стула, одновременно и по-моему у них это получилось. В игре появился на момент релиза выбор двух фракций. Первая фракция это гильдия торговцев, но вторая фракция это круг судьбы. Но в всяком случае так написано в русской локализации. Так вот что касается этой гильдии торговцев. Это по сути, скажем так, сообщество, которое выбирают игроки для того, чтобы торговать. То есть непосредственно предметы, которые они будут выбивать, они могут выставлять на трейд, а эти предметы будут покупать другие игроки. При этом каждая гильдия дает свои какие-то уникальные бонусы. И если вы хотите трейдить, то вам нужна гильдия торговцев. Кстати, что касается гильдий, их можно безусловно менять. Сначала побыл там, потом побыл там. Это такой небольшой тактический момент. Сначала можешь заработать, по-быстренькому собрать билд, а потом фармить. Или же наоборот, сначала нафармить, а потом то, что нафармил, пытаться продавать. И вот что касается нафармить. Вторая гильдия, это круг судьбы, это гильдия, скажем так, эмэферов. И она же безусловно мастхэв для тех, кто играет в оффлайн режиме. Ну в оффлайн я думаю понятно почему, потому что торговать там не с кем. И выбора по сути нет. Так вот, когда вы будете играть во второй гильдии, то ваши показатели эмэф будут возрастать. Опять-таки там имеются различные бонусы. Один из бонусов вообще вам дает возможность получить полный сет. То есть допустим, если вы выбиваете какой-то один предмет из сета, то вам сразу в довесок падают все остальные. И вы сразу получаете полный сет и можете его использовать. Это очень приятный момент. Не знаю лично, я такое в экшн-рпг играх еще не видел. Если вы где-то такое встречали, напишите в комментариях. Так, теперь что касается самой сюжетки. В принципе они ее не изменили. Ну во всяком случае, если отталкиваться от последнего патча. Новых актов не добавили, здесь как и было, так и осталось 9 глав. Ну и они более-менее комфортно проходятся в районе 10 часов. У меня на все про все ушло 9 с половиной. Это я выполнял основную линию и побочные квесты. Да, сюжетка есть. Да, она, ну, наверное, интересная. Здесь каждому свое. Для кого-то сюжетка важна, для кого-то сюжетка не важна. Игрокам нужен только гринд. Тут уже выбор каждого. Беготни туда-сюда не имеется. Ничего не раздражает, а это уже хорошо. Теперь что касается билда строя. Интуитивно понятно, несложно, комфортно. Где-то, можно сказать, попахивает копипастом. Ну что ж, в игре есть 5 классов. У каждого класса есть 3 подкласса. Так вот, когда мы качаем, качаем, качаем нашего героя. После 20 уровня перед нами становится выбор. Какой подкласс мы будем развивать. Прокачка что класса, что подкласса. Идет через разблокировку различных пассивок, которые, безусловно, вас будут усиливать. Прокачиваясь выше, 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 для вас будут становиться доступными новые и новые навыки. Что касается этих навыков, то у каждого скилла есть свое дерево пассивок. Эти пассивки, или же А, могут усиливать данный навык, или же Б, каким-то образом менять механику данного навыка. Что касается прокачки классов и подклассов, то тут явное сходство с игрой гримдон. Что касается дерева для навыка, то такое я, наверное, еще не видел. Хотя можно схожий найти в той же и, к примеру, что Диабло 4. Но если в Диабло 4 у каждого навыка есть всего 3 пассивки, то в Ласт Эпок, как вы видите, немного больше. И данная механика в Ласт Эпок появилась еще в 2019 году. А Диабло 4 вышла всего лишь в середине 23-го. Крафт. Да, в игре имеется крафт. Что касается крафта, то он здесь реализован вполне нормально. Перед тобой открывается менюшка, в отдельный слот ты помещаешь примет, а дальше смотришь. Или же улучшаешь какие-то характеристики, или же добавляешь, или же пытаешься каким-то образом заменить. С помощью местных артефактов. То есть система крафта, в принципе, несложная, разберется любой и каждый, уверен. Что касается эндгейма, то пока он не блещет. Его здесь немного. Имеется подземелье. Эти подземелья состоят из нескольких уровней. Защищаете подземелье, бьете босса, получаете награду. Имеются монолиты. Монолиты это нечто подобное на нефоремские порталы в Диабло 3. Или же, допустим, карты в Path of Exile. То есть заходишь, убиваешь противников, выполняешь небольшие какие-то отведенные цели. Как только цель выполнена, все. Монолит завершается. Выходишь, начинаешь новый. Имеется такой контент, как арена. Контент, в принципе, тоже несложный. Не знаю, на что это похоже. На крики в Диабло 3. Или же горнила в гримдон. В общем, ты должен выдерживать волны атак. С каждой новой-новой волной противники будут сильнее. Больше волн выдержал, больше награды получишь. Так что, как видите, вроде контента и немного, потенциал у игры имеется. И поэтому я советую в нее поиграть. К тому же разработчики обещают, что раз в 3 месяца будут проходить сезоны. Как в Диабло 3. Как в Лиге в Path of Exile. И все новый-новый сезон будет переносить новый и новый контент. Как он будет оставаться в игре, пока говорить сложно. После первого сезона поговорим. Но это как минимум говорит о том, что разработчики заинтересованы в своем проекте. А не так, допустим, как было с игрой Волсон. Игру выпустили, спустя долгое-долгое-долгое время выпустили дополнение. А сезонов как не было, так и нет. А здесь, как видите, чуть ли не раз в 3 месяца. А это уже как минимум жажда удивить. Нас, игроков. Стоит или не стоит играть? Дорогие друзья, я считаю, что однозначно стоит. Если вам нравится экшен-РПГ игры. Если вы являетесь ярым фанатом, допустим, какой-то одной из Диабло-игр. Или, допустим, игры Passive Exile. И вот есть только эта игра и ничего больше. Ну, что тут ответить? Наверное, конечно же, нет. Если для вас все подделка, все от лукавого, то властыпок лучше не начинать. Если вы ищите разнообразие, то властыпок на текущий момент это очень хороший вариант. К тому же, игра не такая уж и дорогая. Доступна всем. В стиме заходите, покупайте, если есть желание. Ценник не кусается. Кстати, что касается ценника, хочу сказать, что я игру покупал в 4 раза дешевле. Но это еще было в 2019 году. Там или 350, или 400 рублей. Вот точно не помню. Но, как минимум, это копейки. На тот момент были. Кроме того, хочу отметить, что еще до релиза разработчики очень часто устраивали скидку на свою игру. И скидки, по-моему, были в районе 70%. Другими словами, если вам пока игра еще не горит, можете подождать. И потом купите его за смешную цену. Это как вариант, а не строгий призыв к действию. Многих мучает вопрос. А вот понравится, не понравится. А купить, не купить. Тут, дорогие друзья, я надеюсь, что вы знаете о существовании поиска. Открываете, допустим, Google и вводите. Как поиграть в Last Epoch. И я уверен, вы найдете способ, как в игру можно поиграть. Пощупать, так сказать, что на себя представляет. Я надеюсь, вы смекаете, как говорил Джек Воробей. А, извините, капитан Джек Воробей. Так что, как вы видите, выбор есть. И попробовать поиграть в игру может каждый. Как фанат, ярый фанат. Или же, допустим, тот, кто сомневается. Пока что. Безусловно, игра не без греха. Тут есть много багов, много косяков. Для некоторых огромный косяк это графика. Здесь, я думаю, без обсуждения. Тут дело каждого. Ну, просто, допустим, если кто-то когда-то давным-давно играл в игру, к примеру, что? Sacred. Допустим, Titan Quest. Ну, просто графон там тоже не блещет. Но фанаты же говорят, графика не главная. Что говорить вообще о Sacred, даже если использовать какие-то HD-моды. Там вообще игра визуально древняя. Но люди играют, потому что она им нравилась и нравится по сей день. Да, тогда люди голодали. В плане экшен-рпг игр. Сейчас есть выбор. Но я считаю, что Last Epoch надо дать шанс. Хотя бы попробовать. Вполне возможно, она вас затянет надолго. Вполне возможно, она для вас будет той игрой, в которую вы сможете без проблем поиграть, когда у вас будет межсезонье. То есть, когда вы будете отдыхать от сезонов в Diablo 3, в Diablo 4 или, допустим, от League в Path of Exile. Это тоже неплохой вариант. А вот играть, не играть, пробовать или не пробовать, тут дело ваше. Я лишь поделился своими впечатлениями и дал свои рекомендации. Так как проект действительно достойный. Ну а на этом моменте видео буду завершать. И мне будет очень интересно почитать комментарии, в которых вы, надеюсь, оставите свое мнение. Начали ли вы уже знакомиться с Last Epoch? Сколько наиграли? Довольны? Недовольны? Верите ли вы в проект, что игра будет обрастать новым контентом с новым и новым сезоном? В общем, любые мнения, впечатления оставляйте в комментариях. Ну а здесь я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте, но играйте только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok